Друзья, приветствую! Прилетел в Краснодар, дождливый день. Сегодня здесь встреча с основателем сети магазинов спортивного питания Body Pit Александром Линченко. Будем его выпытывать, из него все секреты розничного бизнеса. Сколько на этом можно зарабатывать, как стартовать, какие подводные камни, как выжимать больше денег из своего магазина и так далее. Если вам эта тема интересна, смотрим дальше. Александр, салют! Расскажите, как начинали всю эту историю? Когда мне было 15 лет, 16 лет, мы с моим товарищем, с Андреем, сложились по 5000 рублей и запустили в продуктовом магазине отдел по продаже DVD-дисков и сувениров. Денег не было, работали сами. Два дня он, два дня я. Далее, такими темпами я открыл потом уже 4 магазина и в 18 лет мой доход составлял порядка 150 тысяч рублей. Параллельно я учился, поступил на юрфак. Хотел безумно быть следователем, расследовать различные дела, такие тяжкие именно, убийства, вот все в таком духе. Затем я устраиваюсь в прокуратуру, начинаю работать, понимаю, что даже если бы человек не нуждался бы во сне, то он бы все равно бы не успел охватить тот объем работы, который там дается. То есть мы работали днем и ночью. Я понял, что это не мое. Когда я увольнялся, я думал, какие навыки вообще у меня есть. Первый навык был, это, ну, я считаю, подвешенный язык. Я мог разговаривать, был достаточно коммуникабельным. Вот. И второй навык, это, наверное, продажи. Следующий момент, то, что все время я был в спорте, всю жизнь. И таким образом я запустил свой первый магазин в Краснодаре на улице Тюляева, 37. Там я работал и продавцом, и товароведом, и кем я только не был. Потом уже начал развиваться и, соответственно, вот доросли 75 магазин. Сколько на этом можно зарабатывать? На франшизе Bodypeat можно зарабатывать, в принципе, от 100 тысяч рублей чистыми. А сколько вообще можно на розничном магазине зарабатывать? Вот если так более универсально взять, то это какой разброс денег для владельца, для собственника? Ну, я думаю, тут зависит все от территории. Если мы возьмем, допустим, город с населением от 100 тысяч, хотя бы численности населения, то примерно где-то, я думаю, 1150 чистыми можно делать рублей в месяц. Если это город-миллионник, если грамотно подходить к интернет-сайту, развивать его, грамотно выполнять все пункты методики продаж, то где-то за год можно развить 300 тысяч чистыми. Розничный бизнес на периферии сейчас наиболее даже актуален, чем бизнес в большом городе. Почему? Потому что там практически нет конкуренции. У нас есть куча примеров людей, которые зарабатывают от 100 тысяч рублей, где средняя зарплата всего 15. Например, город Ейск. Алина Кладковая из города Ейска запустила свой уже второй магазин. Первый магазин ей приносил порядка 120 тысяч чистыми уже на третий месяц работы. В этом большой плюс. То же самое Денис из Новороссийска. Два магазина в Новороссийске, один магазин в Геленджике он вот только открыл. Два магазина в Новороссийске давали ему порядка 200 тысяч чистыми. А как думаете, каждый может начать свой бизнес? Или все-таки это некий удел тех, кому дано, кому-то не дано? Конечно, каждый. То есть просто у одного, может быть, да, какие-то есть задатки. Это может быть есть в генах его. Другой попал, может быть, в какое-то окружение, стал черпать литературу, какие-то знания и заниматься этим. Тут главное действие, главное желание и мотивация. Привет. Привет. Хочу представить вам Станислава Смирнова. Это наш франчайзи из Краснодара. Когда ты запустил первый магазин? В июне месяца того года. Того года. Вот через месяц открывай второй магазин. Раньше я работал торговым представителем, потом долгое время занимался оконным бизнесом. Ну и, в принципе, всегда хотелось создать какое-то свое дело. Посмотрев очередной ролик на ютубе Ицхака Пентусевича, я решил психануть и открыл магазин под франшизой BodyP. В принципе, сложностей у меня не было никаких, потому что все делали твои сотрудники. Помогали, в смысле? Помогали, да. В принципе, они сделали все. Тяжелее всего что? Находить клиентов, может быть? Находить команду, кто будет с тобой работать? На самом деле, да, в данной ситуации надо вот... Первое, что надо, это найти команду, наверное, продавцов, которые тоже будут думать как ты. И не будут просто сидеть и ждать, пока придут, а будут тоже пытаться создавать какой-то входящий поток. Что главное в выборе локации магазина? Можно ли сказать, что это очень хорошая локация, либо не очень хорошая? То есть, вот смотря вокруг, на что бы вы обращали внимание? Да. Одним из важнейших критериев является целевая аудитория. Когда мы запускали этот магазин, мы распечатали карту этого района. Отметили точки, где находятся тренажерные залы. Пришли в эти тренажерные залы в самый пик, посчитали примерно, сколько людей туда ходит. Умножили это на часы, чтобы понять, сколько в день проходит народа. И приняли решение, запуская здесь магазин. Также немаловажным критерием является наличие парковки, наличие платежеспособных людей вокруг. Ну, то есть, спальный район, у людей должны быть деньги, чтобы они могли прийти и купить спортивное питание. В бизнесе есть такое понятие фронт-энд и бэк-энд продукты. То есть, то, на чем фронт-энд, то, на что мы привлекаем клиентов, зачем они приходят. А бэк-энд, это то, на чем, как правило, делаются довольно большие дополнительные деньги и прибыль. Вот в вашем случае, что есть фронт-энд продукт, то есть, товары-локомотивы, и на чем дополнительно вы зарабатываете? Товаром-локомотивом, как правило, являются самые топовые продукты. Это могут быть как протеины, так и витамины, аминокислоты, где цена ставится практически в ноль. То есть, мы его продаем практически без наценки. Люди смотрят, думают, что в этом магазине очень дешево, дешевые цены, приходят, и затем уже продавец что-то допродает. То есть, он может продать этот локомотив, но его задача продать еще что-то. Ну, давайте в этом случае прямо у вас посмотрим. То есть, вот люди покупают протеин, и что вы должны продать в довесах? Неплохо продаются БЦА в довесах. То есть, это универсальный продукт, на котором идет наценка порядка 150-200%. Вот, соответственно, это может быть как доптовар к локомотиву. Наряду с товарами и локомотивами у нас также есть прикасовая зона. Как правило, здесь товары, которые стоят порядка до 100-120 рублей. Наценка на них составляет 100%. Даже человек, который не собирался как бы брать эти товары, он все равно, есть вероятность, что он возьмет его в руку, как бы и купит. Посетив данный магазин, здесь еще можно докрутить продажи. То есть, увеличить чистую прибыль. Каким образом? Первый момент, то, что мне кажется, нужно создать комплекты. Когда можно продавать по 3 банки с какой-то скидкой, мы сразу увеличиваем средний чек. Еще очень важным методом, как привлечь людей, как сделать так, чтобы увеличилась конверсия магазина. Ну, то есть, из 10 покупала хотя бы 9. Нам необходимо использовать принцип взаимного обмена. Дай, бери. Когда мы что-то даем человеку, мы создаем ему чувство обязательства перед вами. Таким образом, нам можно сделать дегустацию. Мы берем наш протеин, лучше нашего производства, чтобы двигать свою марку. Соответственно, берем, размешиваем, предлагаем клиенту. Клиент пробует в 99% случаев, как показывает наш опыт, клиент всегда доволен вкусом. Когда человек доволен на эмоциях, ему подарили бесплатно, тогда он более предрасположен, чтобы ему мы продали больше товаров. Что самое сложное в запуске розничного бизнеса? Может быть, какие самые трудные моменты у вас были? И у человека, который запускает с нуля магазин первый свой? Да, я думаю, что прежде всего это зона комфорта. То есть человек живет в каких-то своих рамках, он боится рисковать. У кого-то это лень, у кого-то это чужое мнение. Ну, в большинстве случаев, наверное, это страх. А вдруг не пойдет? Вдруг я открою, и бизнес этот не пойдет? Скорее всего, вот это самый важный такой критерий, который останавливает. Если ты никогда не занимался розницей, ты попал, грубо говоря, открыл свой магазин, и ты не знаешь, как туда нагнать людей, клиентов, на первую пункту. Наверное, это является самым сложным моментом. Но сейчас мы уже вывели 40 пунктов, с помощью которых, если франчайзи будет их делать ежедневно, системно ежедневно, вот, соответственно, он будет способствовать увеличению клиентов. Я считаю, что однозначно работа на себя. Почему? Потому что вы зависите только от себя. Вы привязаны только к себе. У вас есть сотрудники, где вы можете делегировать, допустим, свои функции по продажам. Вы можете реализовывать свои какие-то идеи, которые вы почерпнули из тренингов, каких-то книг и так далее. Вы не работаете в системе. Еще какой тут огромный плюс в том, что ваша чистая прибыль зависит напрямую от вас. У меня есть пример, допустим, Виталик из Тимошевского. Он отработал 5 лет в нашей франчайзе. И, соответственно, только через 5 лет он стал зарабатывать в районе 50 тысяч рублей. А этот момент может и в 50 тысяч рублей, этот момент может и вообще никогда не наступить. То есть карьерный рост здесь, по большому счету, от тебя практически не зависит. Ну, по моему мнению, так. Так, с площади. Вот если не удается найти идеальную площадь, допустим, магазин больше, что можно с этим сделать? Здесь очень важный момент является субаренда. То есть если мы нашли большой магазин, как правило, его можно разделить на части и пересдать в субаренду. Одним из моих примеров является магазин в городе Краснодаре на улице Ставропольская. То есть мы взяли помещение, поставили перегородку, справа сейчас наше спортивное питание, слева белорусская косметика. Тем самым мы запустили субарендаторов, они нам платят 35 тысяч рублей в месяц. Неплохо в нашем магазине работают точки контакта. Что это такое? Например, такие вот воблеры, хит-продаж. То есть человек приходит, цепляется взглядом за такую табличку, соответственно, сразу обращает внимание сюда. Продавец уже начинает с ним дорабатывать. Вместе с тем мы сделали ценники. На ценники мы написали, как называется продукт, старая цена, новая цена. Обратите внимание, что новая цена написана красным шрифтом, более большим масштабом. При этом написали какие-то различные фразы, которые могут также зацепить человека. То есть, допустим, произвено с любовью, немецкое качество, гарантированное восстановление. Это является точками контакта. Если в вашем магазине будет много точек контакта, которые смогут зацепить внимание людей, соответственно, вероятность повышения конверсии в покупку намного будет выше, чем если вообще будет пустой магазин. Обязательно в розничном магазине должны быть комплекты со скидкой. Когда вы продаете сразу три товара, при этом делаете человеку скидку. Наш продавец всегда предлагает в первую очередь данный комплект. Для чего это делается? Мы продаем сразу три товара, и наша покупка, средний чек, увеличивается почти в два раза. То есть, комплект стоит 6,580, мы продаем со скидкой 5,264. Таким образом, мы зарабатываем больше чистой прибыли. Что дает силы и энергию для того, чтобы совершать великие дела? Силу и энергию дают цели. Когда есть цель, она тебя зажигает. Можно сказать, ты вообще не устаешь. Еще одним моментом, что дает силы, это обучение своих учеников. Ну, обучение. То есть, когда ты с ними обмениваешься мыслями, вы проводите мозговые штурмы. Это тоже дает всплеск эмоций, появляются новые идеи, которые ты внедряешь, и идешь вперед. Расскажите вкратце финансовый план запуска франшизы. Сколько это стоит, сколько денег на это надо потратить. Ну, какие-то основные моменты, что это не что. Для того, чтобы разбогатеть, необходимо вложить 800 тысяч рублей. 500, 9, 500. Да. Это для города примерно численностью населения хотя бы 150 тысяч человек. Здесь у нас идет товарное наполнение на 450 тысяч. То есть, оно может быть меньше, если город будет меньше. Затем сканер штрих-кода, прилавки, рекламный короб, оператор, шарики. Сейчас не буду прям все перечислять. Самая важная здесь наша задача, чтобы человек вложил минимум, получил максимум. То есть, если у него есть свой стул, ну, соответственно, покупать его не нужно. Он может свой из дома принести. То же самое ноутбук тот же. Вот. Обязательным моментом тут является, допустим, еще вот необходимо привести спортсмена на открытие. Для чего это нужно? Для того, чтобы магазин, о магазине быстрее узнали. Как правило, у спортсменов под полмиллиона подписчиков, той же в Инстаграм. И, соответственно, он пиарит вашу афишу. И таким образом о вашем магазине просто очень много сразу узнает людей. Это является огромным плюсом. Очень часто мы разыгрываем различные путевки в Таиланд, в Дубай и так далее. Вот, в принципе, все вложения. Расскажите план запуска. Как запустить магазин прям пошагово? Ну, с момента, как человек выбрал, что он хочет открыть какой-то магазин. Ваш магазин, по франшизе, свой магазин. Какая последовательность шагов? Самое... План захвата Парижа. План захвата Парижа. Самое первое – это поиск места. То есть мы совместными усилиями начинаем искать место под магазин. Когда место уже мы нашли, то есть есть адрес этого места, мы начинаем готовить афишу, заказываем товар. Заказ товара. Заказ товара. Пока заказ начинает ехать в этот магазин, мы проводим все организационные моменты. То есть, что это может быть? Третье – работа с блогерами. А блогеры существенные? Да, люди, которые обладают, они являются лидерами мнений, соответственно, они публикуют у себя информацию об открытии, ну, допустим, ту же афишу. И таким образом город узнает, что в этом месте будет открытие по такому-то адресу. Прорабатываем блогеров. Например, в периферии, в колхозах хорошо работает радиореклама. То есть, прорабатывается радиореклама. Готовится афиша. Скручиваются стеллажи, короба. То есть, ну, все организационные моменты. Именно вот по оборудованию. Оборудование, да. С этого момента также начинается обучение франчайзи. За ним закрепляется наставник. Наставник ему передает материалы. Франчайзи начинает их изучать и тем самым потом дает ему обратную связь. Основным моментом в обучении является продавец-покупатель. То есть, методика продавец-покупатель, чтобы франчайзи понимал, как вообще нужно продавать. Таким образом, они играют, ну, как бы, в эти действия, да. И он уже набирается какого-то опыта. Обучение также может проходить в наших магазинах. Если франчайзи может прилететь в наши магазины, то тогда мы ставим по два часа с нашими лучшими продавцами. Наставник потом мотивируется на его показатели. То есть, если он ему делает чистую прибыль, которую я ему скажу, я ему премию за это плачу. Затем в день открытия приезжают наши специалисты. Медийный персонаж и коинспортсмен проводят семинар. Плюс приходят на открытие блогеры. Плюс работает вся реклама. Таким образом, мы нагоняем трафик людей на открытие. На открытие мы выдаем каждому подарок. Чаще всего это баночка арахисовой пасты. Также выдается пластиковая карта для того, чтобы привязать человека. Смотрите, если взять несколько ступеней роста в розничном бизнесе, то есть, сначала у человека молитвы, если вообще ничего не было, он открывает первый магазин. Встает сам за приуглавок, сам там торгует. Затем он нанимает продавцов, открывает еще два-три магазина. То есть, это следующий такой квадровый скачок для него, потому что он с одного уровня переходит на другой. Затем от двух-трех магазинов переходит уже к большому количеству магазинов. Все эти там 10+. Вот какой из этих шагов самый сложный, на ваш взгляд? Вы все проделали, сейчас у вас уже 75+, магазинов. Где сложнее всего? Я думаю, когда переходишь, когда у тебя один магазин, открываешь потом второй, третий. Это самый сложный. Потом все, что... Почему что-то требуется на этом этапе? Найм персонала, умение делегировать, навык делегирования у тебя должен быть. И развитие команды. Это прям у всех, я вижу даже наших сейчас франчайзеров, у кого три магазина, они пытаются везде все успеть, грубо говоря, перегружить. Да, да, проблема вот делегирования. Когда у тебя 10 и выше, там уже у тебя налажена вся система, то есть люди, ты уже как, ну, идешь просто по накатанной. Вот интересное такое свойство, я отмечу, что управлять 10-ю магазинами проще, чем двумя-тремя, скорее всего. Зато есть, потому что здесь 2-3, это еще на уровне того, что ты можешь сам пытаться с собой заткнуть все дыры. И там успеть, и постоять, и заменить кого-то. А 10 ты уже никак не сможешь один это сделать, и с собой все затыкать. И ты уже вынужден перестроиться на совсем другой режим работы. Самый главный совет – это выйти из зоны комфорта, подавить свой страх и начать действовать. И также окружить себя сильными людьми, я их называю моторы. Такие, как вы, например, Николай. У вас есть некий инструментарий, которым можете поделиться? Давайте поделитесь с нашими зрителями. Хотел бы сказать, что у меня есть книга «15 секретов высокоприбыльного розничного магазина». Ее можно скачать совершенно бесплатно, она небольшая, читается на одном дыхании. Вы ее найдете на сайте под этим видео. Да, изучайте, внедряйте, действуйте и запускайте свои розничные бизнесы. Успехов! Ну что, друзья, мы побывали с вами в гостях у владельца большой розничной сети. Надеюсь, что вы много нового, интересного для себя узнали об этом бизнесе. Если особенно кто-то из вас сам хотел начинать подобный бизнес, то массу идей для себя почерпнули. Можете, если что, связываться с Александром. Найдите его в соцсетях, зайдите, посмотрите информацию по его франшизе. Там он много материалов дополнительно дает. Думаю, вам это будет полезно. Успехов! Напишите, пожалуйста, в комментариях. Под этим видео, насколько интересны вам подобные материалы. О каких еще бизнесах вы хотели бы увидеть подобные видеосюжеты. Жду вас.